Отвлечёмся от вездехода тематики, сегодня на обзоре интересный электровелосипед от товарища из Поднебесной. В принципе, российский ютуб завален ворохом обзоров на различные электровелики из Китая, но как по мне, этот велосипед заслуживает внимания. Алекс Тербих приветствует всех подписчиков и зрителей канала, подписывайтесь и включайте кнопку колокольчика, так вы будете в курсе выхода новых видео. Ну что же, давайте начинать обзор и устраивайтесь поудобнее. Начнём с того, что китайцы очень странно подошли к наминованию велосипеда. Я поначалу думал, что велосипед как минимум будет нести в названии номинал по мощности электромотора в 500 ватт, но нет, тут всё намного забавнее. Если ваш товарищ спросит вас, встретив на этом велике, как же называется ваш мощный велосипед, то смело говорите SMRO. Что именно скрывается под этим названием, известно только самим китайцам. Ну, а если ваш товарищ подумает, что вы его как-то обозвали и захочет вам начистить ваше SMRO, то всегда можно от него свинтить, используя электротягу. Ладно, сам пошутил, сам же посмеялся, а теперь давайте пробежимся по ТТХ. Длина велосипеда составляет 170 см, высота по седлу варьируется в диапазоне от 85 до 100 см, а по рулю в диапазоне 110-115 см. Думаю, такой велосипед подойдёт как для рослых райдеров, так и не очень. Сам же велосипед вместе с батареей весит примерно 26 кг. В базе идут большие 26-дюймовые колёса с широкой покрышкой Кенда. На такой широкой резине можно комфортно передвигаться как в городских условиях, так и комфортно покататься по пересечёнке. По крайней мере, катаясь в лесу, я не испытывал каких-то трудностей с передвижением. В грязи колёса не соскакивают, дорогу держит хорошо. А если немного травануться, то чем не вездеход? Врубаем электромотор и вперёд. Отдать должное заводу-изготовителя рамой велосипеда сделано на удивление добротно. Краска нанесена не сразу на голый металл, а нанесена поверх грунта. Покраска очень хорошая, не имеющая недокрасов. Причём у продавца на Али есть комплектация в белом цвете. Как по мне, в белом окрасе велосипед смотрится намного красивее. Рама велосипеда модульно складная, имеет быстрозажимной и запирающий механизм. С ним будьте аккуратнее, можно хорошенько прищемить себе пальцы. В сложенном виде велосипед можно свободно разместить в багажнике автомобиля. Сварные швы на раме выполнены нормально, без всяких соплей и непроваров. Для защиты райдера от грязи установлен передний и задний брызговик. Они хоть и пластиковые, но за время покатушек мы их так и не сломали, что уже хорошо. Пластик не хрупкий, с намёком на морозостойкость. Вся приводная механика велосипеда производства Shimano. Причём на велосипеде это везде прописано, прям кричат, что всё в Shimano. Даже на механизм переключения скоростей, как на руле, так и на заднем колесе, везде надписи Shimano. Тормоза на велосипеде дисковые, также производство Shimano, что неудивительно. Очень хорошо отрабатывают. Если загнаться, то велосипед довольно быстро останавливается. Примерный тормозной путь составляет 3-5 метров. Педальные шатуны Acura, очень массивные, с намёком на надёжность. Сами же педали складные. Думал, что под моим весом они отвалятся, но я сильно ошибался на их счёт, вполне рабочая конструкция. Передняя вилка имеет два амортизатора. Задняя вилка также имеет небольшой амортизатор. Насколько они надёжны, я вам сказать точно не могу, всё же великом я пользуюсь не очень много. Но думаю, если они и сломаются, то всегда можно будет подобрать аналоги. Руль на велосипеде классический, имеет регулировку по высоте. Ручки обрезиненные, ничего не люфтит и не болтается. На левую рукоятку установлен блок управления передней фарой, звуковым сигналом и ручкой тормоза. Также установлен электронный дисплей-контроллер мотор-колеса. На правой рукоятке у нас установлен ручка тормоза, механизм переключения передач и сама ручка газа. Есть и крепление под телефон или навигатор, к которому подходит провод. Скорее всего в креплении установлен мода беспроводной зарядки. На странице же продавца я также не нашёл упоминания про такую функцию, что очень странно. Ну вот мы подошли к самой важной части, а именно к электрике. На велосипеде установлен бесщеточный мотор мощностью 500 ватт и который может выдавать момент 52 нитон-метр. Батарея в базе поставляется на 48 вольт и ёмкостью 12 ампер-часов. Сама же батарея крепится к велосипеду посредством подвесной сумки. Её можно либо отстёгивать для зарядки батареи, или же просто вытаскивать батарею из сумки, что намного проще. Все электрические провода спрятаны в пластиковую гофру и закреплены на стяжке. Конечно же моторов 500 ватт мало, как многие подметят в комментариях. Хочется немного больше. При том, что на канале уже было несколько видео про 13-киловаттных электромонстров от MX Lab. Но у нас простой велик и 500 ватт на одно колесо ему вполне достаточно. Цифровой блок управления мотор-колесом относительно небольшой. Имеет хороший чёткий экран, где отображается информация о заряде батареи, общем пробеге и текущей скорости. С кнопками плюс и минус можно регулировать мощность мотор-колеса. Сам же контроллер спрятан в чёрном боксе, который защищает его от пыли и грязи. Что-то особенного про мотор я сказать не могу, как о контроллере. Там стоит совершенно обычный комплектующий, который массово продаётся на Алиэкспрессе в виде кит-комплектов. Продавец заявляет пробег на одном заряде от 30 до 60 километров. Но на тестах мы проехали примерно 15 километров и батарея просела почти в ноль. Но нужно учитывать то, что мы не просто катались, а именно тестировали с ребятами из Review Machines ресурс этого велика. Мотор и батареи испытывали постоянные разгодные торможения, длительные заезды на полном газе и максимальной мощности. Что можно отнести к плюсам данного китайского велосипеда? В первую очередь это хорошо сделанная рама. Велосипед не сильно тяжёлый, примерно 26 килограмм в месяц с батареей. У велосипеда хороший накат. Если вы разгонитесь, то свободный ход очень длительный. Не нужно постоянно помогать педалями или подрубать электромотор, что сэкономит заряд батареи. Все элементы обвеса, как и покраска, выполнены очень качественно. Ничего не облезает, а где были царапины и скулы, то это исключительно наши огрехи при тестах. Комплектующие механики переключения передач и тормозов качественные. Ничего не лифтит и не разбалтывается. К минусам, конечно, я бы отнёс цену, хотелось бы дешевле. Но думаю, что цена в 40 тысяч рублей за новый велосипед в аналогичном сетапе в России вы не найдёте. Если только искать бувшку по электронным барахолкам. Также к минусам отнесём и задний фонарь красного света. Он не имеет управления с кнопкой на руле, а включается с кнопкой расположенной на самом корпусе фонаря. Да и долго он у нас не продержался, крепление развалилось, а без крепления его особо никуда не прикрепить. Так что смысла такого фонаря нет. Думаю, нужно ставить сюда нормальный проводной фонарь и запитывать его от основной батареи. Причём подключиться можно к кнопке включения основной фары, чтобы много не колхозить. Также минусом для меня оказалась слишком жёсткая сидушка, хотелось бы помягче. Задний брызговик хоть и установлен, но немного коротковат. И при покатушке по всяким говнам спину забрасывает водой и грязью. Так что или нужно ездить аккуратнее, или слегка нарастить брызговик. Если же вас цена в 40 тысяч рублей не пугает, то электровелосипед на 500 ватт за такую цену хороший вариант. Ссылку же на продавца, где не покупает велосипед, будет под видео. Также не забывайте использовать сервисы кэшбэка, тогда велик обойдётся чуть дешевле. Что касается общей эргономики, то передвигаться на велосипеде комфортно, амортизаторы достойно отрабатывают. Но когда я катался по лесу, как уже говорил выше, то все удары от ям и корней ощущал свои пятые точки. Это минус работы не амортизаторов велосипеда, а скорее узкой сидушки, которая не особо мягкая и больше подходит для спортивных велосипедов. По асфальту велосипед идёт мягко, ничего не вибрирует, колёса без восьмёрок. Если включить электромотор, то крутя педали он подхватывает с определённой периодичностью. А на длительных поездках это будет хорошим подпорем и поможет сохранить заряд батареи. Если выкрутить ручку газа на максимум, то велосипед при моём весе в 95 кг разбивает скорость в 39 км в час. А если при этом помогать ему крутя педалями, то можно разогнаться до 45 км в час. Но это уже на грани и так долго вы не продержитесь. Главное не забывайте о своей безопасности, используйте шлем и соответствующую одежду. В целом этот электробайк не понравился, всё сделано добротно, механика от Шимана не подвела, как и сам электромотор с батареей. А всех новых зрителей, кто ещё почему-то не присоединился к каналу, я прошу подписываться и включать кнопку колокольчика. Так вы не пропустите выход новых видео. Да, я чуть не забыл, если видео понравилось, то ставьте лайки и делайте репосты. Ну а если вы посчитаете видео говёным недоразумением, то дизлайк никто не отменял. Я же с вами не прощаюсь, до встречи в комментариях.